Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю описывать те сорта, которые к концу июня дали уже полноценные спелые плоды. Я уже описала и золотые купола, что там госпожа удача, ну короче много не буду перечислять. Ну и конечно же к этому времени начала поспевать и Настенька. Это один из самых любимых моих сибирских сортов, который дает неизменно стабильный урожай. Я в прошлом году очень много, очень часто его описывала, есть видео обзоры подробнейшие. Это среднеспелый, крупноплодный, низкорослый сорт сибирской селекции для открытого грунта. Все-таки он больше подходит для открытого грунта, потому что такие сорта, вот толстоногие, вот с такой смесистой листвой, специально выводят для того, чтобы они могли плодоносить, ну как в периоды похолодания, в любые погодные условия. В теплице-то любой даст урожай, а вот на улице, ну конечно, несколько кустов я все равно сажу в теплице, потому что я показываю, как ведут они себя в теплице, как ведут они себя на улице. У нее куст обыкновенный, детерминатный, высота 55-70 сантиметров, но вот сейчас, сколько он уже, ой, ну вот он, наверное, сейчас уже 70 сантиметров есть, но в теплице, как всегда, томаты всегда немного выше, чем заявлена вот эта высота. Если на улице он 70, то здесь он может быть и метр, и метр двадцать. Вот видите, как уже дружно она завязалась, вот плоды висят, плоды, 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 и плоды уже не мелкие, вот до такого расстояния, а там, ну только цветет и завязывается, конечно, вверху, потому что все-таки июнь, у нас еще впереди июль, август, она еще покажет себя во всей красе. Плоды вот такой немного вытянутой, видите, как вытянутая, как сердцевидная форма, она не совсем не полностью сердцевидная, как бывшее сердце, но немножко как вытянутая, пишут, где сердцевидная, где почка видная. Розовый цвет и плоды, главное, что мясистые и крупные. Если большинство остальных вот таких низкорослых, детерминатных сортов, они немного мельче, то у Настеньки плод может быть до 300 граммов. Высокие вкусовые качества и высокая урожайность сделала этот сорт популярным. Урожайность 12 килограмм с квадратного метра, это очень хорошая урожайность для детерминатных сортов, для низкорослых. Возможно выращивание без посынкования, но тут я всегда говорю, что есть два варианта. Если вы хотите плоды более крупные, их будет, конечно, поменьше, то лучше все-таки маленькие вот эти посынки, которые мешают и которые оттягивают на себя питание растения, их удалять. И еще есть разница, выращиваете в открытом грунте или в теплице. В теплице я до первой кисти удаляю все вообще всегда. Да, вот видите, она вся, как вам сказать, обрезанная, постриженная. Как только кисть поспевает и наливается новая, я здесь тоже дохожу до студа, тоже обрезаю. Я обрезала вот до того места, где плоды уже большие и уже им не нужно питание. А вот здесь, где плоды еще не совсем налились, тут, конечно, у нас все листья в целости-сохранности. И плоды на всех кустах, они вот даже, видите, второй ярус, как показать, второй ярус, третий ярус, плоды не мелкие. Они не очень мельчают с высотой. Ну, конечно, самые верхние кисти будут мельче. Ну, вот первые, нижние, которые вот самые-самые, они очень крупные. И почему-то иногда в открытом грунте, раз этот сорт для открытого грунта, плоды бывают даже крупнее, чем в теплице. Потому что в теплице, наверное, ей жарковато. Вот у нас, когда последнее время был период аномальной жары, выше 40 градусов, все растения страдали. Но единственное, что, конечно, это сорт наш, сибирский, районирован. У них никогда не крутятся листья. Смотрите, какие листья жирные такие, изумрудно-зеленые. Всегда такая вот яркая зеленая листва. Никогда она, очень редко сворачивается в трубочку, никогда не кучерявится. На жаре они не вянут, вот бывает, как тряпочки вянут. Они на жаре не вянут, и на холоде очень сложно их подморозить, потому что они сильно толстые, мясистые. Вот это главное достоинство вот этих сибирских толстоногих сортов, что они не боятся ни жары, ни холода. Я уже показывала вам, как я выращиваю эти сорта в тоннеле. Вот Алтайский сюрприз, Жаростойкий, Настенька, там что, Петруша, Сибирская тройка и тройка. У них у всех одинаковый вот такой тип листа, толстый, мясистый, который помогает им и в жару, и в холод. Вот. Растение меньше обмерзает и меньше вянет. Все. Вот это был коротенький видеообзор про сорт Настенька. Я про нее в прошлом году уже все уши прожижала, много говорила, но действительно, сорт достойный, красивый, вкусный, неприхотливый. И он имеет все шансы попасть к вам в огород, вы в него обязательно влюбитесь. Все. С вами была Ольга Чернова. Краткий видеообзор сорта Настеньки, которая на конец июня уже поспела, несмотря на то, что у нее были не одинаковые условия, вот с русскими колоколами, с вечным зовом. Тем я давала, как фору, помещала их в более объемную, давала более грунта, потому что у меня нынче ставка была на те томаты. В прошлом году я испытывала, насколько рано может поспеть Настенька с Демидовым. Они были сами мои первые. А нынче они стояли в лотке загущено, а вот тех я высаживала в баклуши, в больший объем, в мешочки целлофановые. Поэтому они у меня дали быстрый результат. Но Настя, к моему удивлению, их догнала и в конце июня тоже дала прекрасный результат. Первая кисть созревает. Все.